О чем молчат руины и шепчут пирамиды? Здравия достойным. Много раз подходил к этой теме, но что-то меня останавливало. Видимо, излишний пессимизм, что ли. Слишком уж приходящие в голову мысли оказывались безрадостными. Но вот попалась публикация Андрея Голубева, и я понял, что мои мысли совпадают с его статьей на 99%. Как ни крути, а от этого никуда не деться. И я решил озвучить то, что давно не дает мне покоя, а, как оказалось, не только мне. Иногда все-таки бывает полезно забыть все знания, полученные в школе и институте, для того, чтобы взглянуть по-новому на простые, давно известные вещи. И тогда непременно что-то откроется новое. Предлагаю поразмыслить над коллекцией репродукций полотен живописцев 18-го начала 19-го века. Для начала небольшое предисловие. Чтобы был понятен ход моих мыслей, а сами они не казались столь уж невероятными. Пока я буду озвучивать это предисловие, посмотрите несколько ярких полотен различных художников, которые менее известны, чем работает Джованни Батиста Пиранези, но которые объединены не только эпохой, но и содержанием. Так о чем это я? Каждый здоровый, нравственный, физический человек рано или поздно приходит к осознанию того, что вся жизнь – это сплошной бег по кругу. Ну или зебра, кому как нравится. Тем не менее, суть одна. Однажды просыпаешься утром и понимаешь, что потратил массу жизненных сил на переливание из пустого в порожнее. Начинаешь делать все заново, с учетом уже прежнего опыта. А в итоге наступает очередное утро, когда приходится переосмысливать все в очередной раз. И очень многим оказывается не под силу признать то, что ими считалось незыблемым, на самом деле является заблуждением или ложью. Нас ведь учили стойкости. Мы убеждены в том, что должны быть какие-то истины, которые должны оставаться основой всего, без существования которых начнется хаос. Поэтому человек, отказывающийся от своих убеждений, не вызывает ничего уважения. Уважают стойких оловянных солдатиков. И в этом главная проблема. Весьма трудно уловить ту тонкую грань между истиной и заблуждением. А время при этом течет. И все вокруг стремительно меняется. Нельзя тупо следовать устаревшим инструкциям. Но при этом нельзя отступать от норм морали. Иначе неизбежно сваливание в штопор, которое приводит к катастрофе. В Библии описана гибель Содома и Гоморы. И это именно про тех, кто решил, что нормы морали устарели и необязательны к исполнению. Надеюсь дожить до тех времен, когда новые нынешние садомистские земли получат по заслугам. Чтоб убедиться в том, что хоть те эти истины являются по-настоящему незыблемы. В противном случае придется признать, что ад существует. И мы именно в нем и находимся. Итак, попробуем отступить от догм, но при этом не переступить черту. Не скатиться в мистицизм. Этот мастер написал достаточно много пейзажей, на которых главным персонажами, несомненно, являются руины. Андрей Голубев назвал его Николаем Петровичем Медведевым. И это не совсем шутка, как многие понимают. Резонен вопрос. У них что, в Европе 18-19 веков неразрушенных зданий не осталось? На это существует разумное объяснение историков и искусствоведов. Объяснение на самом деле просто и логично. И ставить его под сомнение – настоящее сумасшествие. На первый взгляд, действительно, чего огород городить? Это же просто культурное течение. Мода. Или, как сейчас модно стало говорить у патриотов, тренд времени. Да, о моде и стилю подвластны вкусы и настроения. Мысли и чувства миллионов. Мы все видим это обезьяничание вокруг повсюду. Стоит какому-то знаменитому идиоту покататься на горных лыжах в кадре, как сотни тысяч придурков начинают сметать с полок магазинов горнолыжную экипировку и признаются по секрету друг другу, что с детства только и мечтали встать на лыжи. Как? Ну, понятно, да? Ну, вы знаете дальше. Что? Сами поддались эпидемии. А слабо со стерхами полетать. Ну, ладно, вернемся к нашим баранам, а также к быкам, овцам и козам на фоне античных руин. Это тоже тренд. Такой же, как пастухи и прачки на пейзажах тех лет. А коснулось летотечения России. Не сомневайтесь даже. Хоть память о русских руинах тщательно затиралась в 19 и даже в 20 веке, но кое-что все же сохранилось. Покажу только два произведения. Сейчас она выглядит, как и положено. Хороший, дорогой таджикский евроремонт лоск и гламур. Но совсем недавно это выглядело в соответствии с европейским трендом 18 века. Примечателен камушек с европейской датой, но изображенной русскими цифрами. Загибули означают число 1762. Честно говоря, достоверность этой плиты представляется мне весьма сомнительной, по многим признакам. Ну, смотрите сами. Но неудивительно. Масштабы зачистки подлинной истории России таковы, что и в голове не укладывается, как можно было все это провернуть. Ведь все, что мы смогли узнать о доромановской империи, почерпнуто из источников, которые находились вне зоны зачистки, а именно в западных университетах и библиотеках. Этот факт не оставляет сомнений в том, кто именно зачищал историю. Конечно, победитель. И победитель этот явно не из наших предков. Иначе это мы историю англосаксов писали бы, а не они нам. Хотя это ведь не наш метод. Мы не против великого прошлого древней европейской цивилизации, которая, конечно же, была на сто тысяч миллионов гульденов лучше нашей дикарской. Разумеется, я не предполагаю, что полчища немцев ходили по лесам и полям и ровняли бульдозерами все античные сооружения на территории Тартарии. Нет. Достаточно было плюнуть на это все барахло и не заботиться о сохранении. Только и всего. И письменные источники уничтожались аналогичным образом. И не только так, но и умышленно, целенаправленно. И при Петре, и при Екатерине книги под предлогом сохранения отбирались у крестьян и целыми обозами свозились в Москву и Петербург, после чего их след теряется во мгле. Ясно, что старообрядческая ересь просто сжигалась. Точно так в 20-х годах прошлого века поступили уже с архивами самих Романовых. Ну не зря говорят «не плюй в чужой колодец». Ну да бог им судья. Посмотрим на картины еще одного яркого представителя руинистического направления в европейской живописи Джованни Паула Панини. Или, как его называют, кадыкчанский Ивана Павловича Панова. Как вы сами видите, главный персонаж творений – античные руины. Ничего нового. Только на руинах не быдло со скотом, а нормальные европейцы. Средний класс и знать. Но суть это не меняет. Некоторые руины существуют и поныне в виде отреставрированных сооружений или откровенных новоделов. Но большая часть того, что окружало людей еще совсем недавно, безвозвратно разворована, растащена на неотложные хозяйственные нужды. Ну, то есть на сарае и другие хозпостройки. Еще эти сюжеты объединяет тот факт, что художник фотографически запечатлел реальность, не задумываясь о последующей трактовке потомками, их творений. А потомки оказались неблагодарными. Они посчитали своих прапрапрадедов недоумками, темными, необразованными фантазерами, склонными переувеличивать, приукрашивать и вообще высасывать из пальца. Вот что пишут все современные энциклопедии и справочники по поводу руинистической живописи. Художник такой-то, и тут можно подставить любое имя, начиная с Пиранези, известен живописными фантазиями, чей основной мотив – парки и реальные, а чаще воображаемые, величественные руины, по выражению Дидро, множество набросков, которым он сделал во время пребывания в Италии. И мы должны этому верить? Потому что авторитет изрек. А если я не хочу верить на слово, и, видя все это великолепие, не могу поверить, что те здания, которые сохранились по сей день, художник воспроизвел с фотографической точностью, а те, которых сейчас уже нет, он просто взял из головы. Да с чего это вдруг? Правда в том, что ничего художники не выдумывали. Они документировали окружающий мир. И мы видим, что в XVIII веке, по историческим меркам, вчера еще, цивилизация европейских крестьян-скотоводов, управляемая кучкой тех, у кого на теле тряпочки подороже, существовала на руинах исполинских мегалитических сооружений, которые они сами явно не строили. И объяснение сеньоров о том, что на самом деле это их предки построили, но потом началась эпоха средневекового мракобесия, продлившаяся целую тысячу лет, и все разучились строить вот такое вот чудо, и забыли также, для чего пирамиды нужны. А раз непонятно, что с ними делать, то нужно их снести к чертям собачьим, чтобы глаза не мозолили. И еще, чтобы потом поехать в турпоход по Египту и заново открыть пирамиды, только уже египетские. Вот и получается, что Колизей у нас просто театр, поэтому его и сегодня можно посмотреть. А назначение пирамиды выдумать не удалось, потому и разобрали на сарае для овец и коз. Непонятно, что на картине делает Стелла из Египта, которую по официальной версии привезли только в XIX веке. Я хочу задать простой вопрос и получить простой и внятный ответ на него. Египтологи и искусственноведы, скажите мне, как мог человек Джованни Пауло Панини изобразить воображаемые пирамиду и Стеллу в Риме, если он умер за семь лет до открытия египетских пирамид и этой самой Стеллы. Пирамидки-то изображены необычные, сейчас таких не строят. Пропорции необычные. Отношение длины основания пирамиды к ее высоте совершенно иное, нежели у всех ныне известных пирамид, хоть египетских, хоть американских, хоть китайских, хоть тех же европейских. Что за каменные кипарисы такие? Зачем сломали? И ведь явно не усыпальницы никакие. Сомневаюсь, что внутри у них вообще были какие-то полости, которыми можно пользоваться в процессе эксплуатации. Тогда что это? Ну, не ради же потребности в эстетике, верно? И размерчики какие-то хрущевские. Что еще привлекает внимание? Размеры потолков и проемов. Для нормального современного хоббита, какими мы все без обид с вами являемся, эти размеры кажутся просто неприличными какими-то. С точки зрения строительства нерационально. Слишком затратно, слишком трудоемко. С точки зрения пользователя бессмысленно и расточительно. Жилища с таким проветриванием даже в средиземноморском климате не актуально. Его же не согреть зимой, а летом нет спасения от палящих лучей солнца. А если объяснение в кардинальном изменении климата выглядит убедительным, то все остальные вопросы остаются без ответов. Тут две версии. Либо строители были великанами, либо для них строить подобные исполинские сооружения было, ну, как два пальца об асфальт. Если они были великанами, то куда делись их останки? Все сообщения о находках гигантских скелетов и даже пальцев или зубов на поверку оказались фальсификациями. Не существовало на Земле гуманоидов необычных размеров, кроме отдельных уникумов. Если существовали, то как им удалось эвакуироваться всем до единого и никто не забыл свои тапочки или лифчик? Далее будут репродукции картин великого Юбера Робера или, как назвал его Андрей Викторович, Юрия Робертовича, которого считают учеником великого Пиранези. Да, мы обожаем строить что-то величественное, значительное, громоздкое, влияющее на психику маленького человека, ну, например, как здание МГУ в Москве или фишторена в Сочи. Но в основном-то мы строим обычные чебуречные и общежития, называемые по недоразумению домами. Но у нас есть школы и институты для подготовки кадров. Единые стандарты, а это целая сеть научных учреждений, без которых масштабное строительство просто невозможно. Горнодобывающая, сырьевая и энергетическая промышленность, промышленное производство стройматериалов, инструментов, приспособлений, машин и оборудования, развитая система транспорта и коммуникаций, система связи, централизованная финансовая и бюджетная сферы, единая система управления, так сказать, централизованная власть. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий масштабное строительство невозможно. Но даже для их существования требуется система сбора, анализа и накопления научных знаний. По всему выходит, что мы сталкиваемся с невозможным, сопережающими знаниями. А это подталкивает к сваливанию в мистицизм. Прилетели инопланетяне, поделились технологиями или прилетели боги, научили людей и так далее. Обе версии мне что-то не нравятся. Ну, я не против существования иных рас, таких как атланты, гиперборейцы или мурийцы, но я не совсем уверен, что они существовали в одном мире или в одном измерении с нами. Точнее, имею сомнение в том, что мы могли с ними взаимодействовать на физическом уровне, в физическом плане. Мы и так сосуществуем с миллионами форм жизни, которые реально нас окружают, но мы не пересекаемся никак. Не видим, не слышим, не разговариваем с ними. То есть вообще не алло. Пока не настроимся на их чистоту. Поэтому, не отбрасывая все прочие версии, остановим единственную реальную. Все, что изображено на картинах, построено все-таки нашими предками. Только уровень их развития был несоизмерим даже с нашим нынешним. Мы для них дикие обезьяны, способные, быстро обучаемые, но все-таки обычные домашние животные, как для нас кошки или собаки. Только гораздо полезнее. Умеем сами себя содержать, да еще и кормить хозяев. Кошки нас не кормят и не одевают. Как раз наоборот. Это мы для них рабы. Мы их кормим. Рискнул сделать заявление, которое кто-то сочтет ксенофобским. Но это его проблемы. Вот представьте ситуацию. Завтра Эрдогана решат наказать за то, что он предал идеалы западной демократии и купился на дешевый русский газ. Незамедлительная цветная революция в Турции, восстание курдов, вторжение ИГИЛ, и на юге Европы полыхает пожар войны, по сравнению с которым события на Донбассе покажутся борьбой на найских мальчиков. Начинается реальная горячая мировая война, в результате которой мир превращается в руины. Оставшиеся хоббиты, лишившись электроэнергии, компьютеров, телефонов и флешек с энциклопедиями и руководствами типа «Как вырастить пшеницу» или «Как добыть железо» и «Выковать из него ножик, с помощью которого можно зарезаться, чтобы не мучиться», начинают заново изобретать способы охоты без огнестрельного оружия. И все-все начинается с нуля. Но при этом на Чукотке продолжает жить племя, которое ничего не узнает об этой войне. Они, как и прежде, будут выращивать оленей и есть их. И все. Вы всерьез полагаете, что когда-нибудь это племя разовьется до того уровня, когда потребуются самолеты, корабли, компьютеры? Да вот фига вам. Они тысячи лет ели оленей и будут дальше есть, потому что им ничего этого не требуется. Но не потому, что они тупые, просто они инопланетяне. Им так хорошо. У них другие жизненные ценности. И они знают о том, что такое счастье не из дурацких книжек и фильмов, а от Бога Создателя. Они едины в этом мире с этим миром, а мы нет. Нам требуется что-то строить, но мы не понимаем, что строя одно, мы убиваем другое. Интересно. А что там справа на горе? Уж не постамент ли статуи самого Колосса, по имени которого и назван Колосиум Колизей? А теперь снова предлагаю поиграть со словами. На этот раз кол-ось. Ум не считается. Это окончание искусственное, добавлялось в латынь при заимствовании непонятного иностранного слова. Был Колос или Колос, а на латинский манер Колосиум, что означает в русском языке слово Кол, Кола. Мы знаем. Это центр вращения. Колесо, Колокол, Коловорот и тому подобное. Но то же самое означает и Ось. Только если Кола это более широкое понятие, означающее круг, окружность, то Ось или Ось это конкретный штырь такой. Получается, что ржаной или пшеничный Колос имел архиважное значение. Оно и понятно. Хлеб всему голова. Значит, и Колос, статуя которого находилась рядом с Колизеем, в том городе, который нынче зовут Римом, был явно не духом воды или огня. И это, ну, не посылайте меня в библиотеку, чтоб я там умных книжек почитал. Все давно перечитано, много раз и много лет назад. Кто не понял, читайте предисловие. В общем, Колос это не просто большой или гигант. Это конкретный герой, которому отводилась особая роль, связанная с урожаем, благополучием, процветанием и достатком. И пусть смеются скептики, но все в этой иностранной европейской античности просто пронизано общими корнями единого протоязыка, которому славянские языки ближе всех прочих. Что сейчас происходит с памятниками на Украине? Ага, вот именно то и происходило со статуями, которые были неугодны просвещенным победителям. Любой предмет, хоть как-то связанный с единой историей, объединяющий европейцев сватниками, уничтожается на корню. Ничего не меняется. Статуи Колоса было не менее пяти. Афинский, Родосский, Фивский и два в Риме, один из которых главный стоял рядом с Колизеем. Где хоть один? По логике рядом с постаментом, на котором стоял Колосс, был не один такой маяк, тот, что вдали левее, наверняка их было четыре, ну или по крайней мере два. Масштаб на самом деле колоссальный. Такое под силу создать либо техномагической культуре, либо мощному централизованному государству. Мне ближе первая версия, потому что мощное централизованное государство не может не оставить в память о себе массу хлама, мусора, отходов и остатков инфраструктуры. Ведь сотням тысяч строителей в наше время потребовались бы целые города для жилья и снабжения всем необходимым. Мастерские, магазины, лавки, фермы, поля, а это все влечет за собой необходимость иметь развитую сеть дорог. Поэтому мне ближе версия о том, что строители, которые вполне могли быть и нашими создателями, обладали знаниями, которыми нам кажутся магией, мистикой. Но на самом деле это вполне рациональные технологии. Вот простой пример. Когда в таежном тупике в 80-х годах прошлого века обнаружили семью отшельников, староверов, не имевших связи с внешним миром более 50 лет непрерывно, то некоторые вещи простые для нас казались людям колдовством. Обыкновенный полиэтиленовый пакет вызывал настоящий фурор. Стекло омнется. Так и в этом случае. У нас нет ни малейшего повода считать все непонятное мистикой. Техномагия это простой процесс, такой же, как извлечение рыбки из холодильника, чтобы накормить любимого кота. Кот ведь не знает, что вы рыбу в холодильнике храните, а не материализуете ее посредством магических манипуляций. А уж как ему объяснить, откуда рыба берется? И тем более, что такое холодильник. В общем, строителей этих сооружений условно можно считать богами, потому что уровень их развития был настолько выше уровня скотоводов, на сколько разный уровень у современного человека, родившегося в развитой стране, и уровень дикаря, живущего в дебрях Амазонки. Для него магией кажется даже банка с лимонадом, не говоря уже о смартфоне, лазерном шоу, самолете или подводной лодке. Если мы исчезнем, дикарь какое-то время будет пользоваться доставшимися в наследство предметами. Ножом он, конечно, будет пользоваться так же, как и мы, но вот микроволновую печь он в лучшем случае приспособит для хранения посуды или других полезных бытовых предметов. Когда все это исчезнет, дикарь, скорее всего, снова начнет по привычке привязывать к палке острые кусочки обсидиана. Но может быть и наоборот. Эти опережающие знания в виде предметов, которые его народ не создавал, дадут толчок в развитии. И через 200 лет в джунглях Амазонки начнут носиться катера на воздушной подушке. С нами скорее всего произошел второй вариант развития событий. Нам в наследство от богов достались точные знания о планетах, звездах и календаре. Кроме того, нам достался солидный багаж инструментов, позволяющий развить собственное производство. Правда, часть знаний утерялась безвозвратно. Мы, похоже, не разгадали даже, как пользоваться бронзовыми пушками. Начали пихать в них порох, ядра, поджигать порох, чтобы произвести выстрел. А как эти медные трубы использовали до нас, никто не знает. Нам достались отрывочные воспоминания о каких-то технологических процессах, суть которых нам не была ясна, но внешнюю сторону которой мы скопировали бездумно, хотя очень достоверно. Ну, например, религиозные обряды. Молитва перед иконой очень напоминает общение по скайпу. Верно? И мне понятна природа этого явления. Когда я начинаю на кухне точить нож, сбегается вся живность и коты, и собака. Они уверены в том, что если Бог шоркает волшебным жезлом о магический кристалл, то вскоре из воздуха материализуются обрезки мяса, курицы или даже колбасы. И может быть, когда звери станут еще более разумны, они будут пытаться повторить обряд с жезлом и кристаллом. Начнут тереть друг от друга с убеждением, что если свято верить, то пища появится так же, как она появлялась у Бога, хозяина. Вот и наши хозяева куда-то ушли, оставили нас, а мы все смотрим в небо с надеждой, бормочем всякую чушь в храмах и верим, что вот-вот свершится. А не надо верить, надо знать. Вера должна быть категорией личной. Это пусть жена верит мужу, что он был на рыбалке, а не в бане с девками. Нам же необходимо отбросить весь религиозный мусор, который мало чем отличается от научного, и изменить критерии научности. Не будем забывать, что совсем недавно было ненаучным утверждение о том, что можно построить корабль из железа, летательный аппарат тяжелее воздуха, автомат для автоматической стрельбы под водой и много еще чего. То, что вчера считалось антинаучным, сегодня лежит в кармане каждого человека. Собственно, и сами карманы тоже антинаучны. Что бы вам сказали 200 лет назад, если бы вы стали утверждать в приличном обществе, что одежду будут делать из жидкости, ну, то есть из нефти. В общем, все относительно. Если с детства усвоен закон матрешки, то ничего сложного здесь нет. А теперь можно порассуждать о состоянии руин. Никаких следов бомбардировки мы не видим. Это факт. Те разрушения, которые есть, больше похожи на естественную разруху, произошедшую вследствие естественных причин. Главное это возраст. Так бывает, если ЖЭО перестает функционировать, все быстро приходит в упадок, при отсутствии должного ремонта и принятия мер к продлению сроков эксплуатации. Что-то пострадало от землетрясений, что-то сильнее, что-то не очень, но действующие фонтаны и бассейны соседствуют с сооружениями, на которых следы колоссальной эрозии, что свидетельствует о преклонном возрасте строений. Насколько преклонном? Вот это и есть один из главных вопросов. Тут у наших историков происходит поразительное раздвоение. Когда нужно подтвердить официальную хронологию, они дружно галдят про сто тысяч миллионов лет до нашей эры. А когда нужно сорвать бабла, которая поддается легкому распилу, воют на весь мир о необходимости срочно спасать достояние мирового наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО. По-человечески понятно, зарплаты у них маленькие, но совесть-то нужно иметь. Как так? Двенадцать веков стояло, не падало, а тут, если не выделить 6122 рубля 79 копеек, то к весне мир лишится драгоценного наследия. На самом деле, истина посередине. Слава Богу, есть возможность отследить изменения, произошедшие за сто лет с одними и теми же природными объектами. Появление фотографии дало такую возможность. И выяснилось, что уровень износа от естественного воздействия на горные породы раз в десять завышен. То, что датирует 5-7 столетий, оказывается, имеет возраст 80-100 лет. Это только так кажется, что города из гранита и базальта могут стоять навехоньками по тысячу лет, подвергаясь воздействию дождей, ветров и перепада температур. На самом деле, то, что фиксировалось живописцами в конце восемнадцатого начале девятнадцатого века, могло иметь возраст всего-то 300-500 лет. Но, на мой взгляд, и это может оказаться неверным. Нужно понимать, из чего были построены эти сооружения до того, как превратиться в руины. А это очень важный вопрос. Так вот, камень-то это не совсем камень. Это травертин, что, по сути, местная разновидность простого известняка. Изборская крепость построена из подобного по свойствам материала. И за 300 лет без ремонта она превратилась не то, что в руины, в холмы неправильной формы. Поэтому все говорит о том, что строилась эта красота примерно за сто лет до того, как ее сфотографировали. И неудивительно, почему так получилось, что большую часть руин животноводы растащили на сарае и амбары. Катастрофа произошла в районе 1700 года по традиционной хронологии. Это не тык пальцем в небо. 1700 год очень загадочный. Не один год, конечно, но именно на стыке 17-го и 18-го веков на Земле произошло что-то явно глобальное, затронувшее все сферы жизни. Как-то вдруг произошел технологический скачок получили толчок к развитию практически все сферы деятельности человека, в том числе и живопись, благодаря которой мы сейчас рассуждаем над этим вопросом. Ведь именно появление камеры обскура обусловило появление фотографически точной фиксации изображений. Да и современный календарь нам навязали европеоиды в 7208 году от сотоварения мира, который по странному стечению обстоятельств и есть тот самый 1700 год. Многие справедливо возразят, мол, какая вообще разница, пусть итальянцы тешат себя мыслью о том, что это их великие предки построили все это великолепие. Тем более, что версия традиционной истории не порождает столько противоречий. Единственный вопрос, который требует корректировки, так это неизвестно откуда взявшиеся тысячи лет, которые явно не было на самом деле. Вот это сомнение практически не подлежит уже. Но вспомните, еще лет десять назад даже упоминание о несуществующей выдуманной тысячи лет темного средневековья могло поставить крест на карьере ученого. Теперь шоковый этап пройден и вполне признанные доктора и академики спокойно рассуждают о том, что да, вполне допустимо. Ну что поделать, обманули всех Питавиус со Скалегером. Бывает. Да можно на досуге поспорить о том, был Чапаев мужик от Сахи или был он утонченный технократ. Этот спор ничего изменить уже не сможет. Но совсем другое дело, если мы имеем перед глазами свидетельства, которые могут дать ответы на самые важные, главные для человечества вопросы. главнейшие за все время существования планеты Земля. Кто мы? Откуда мы? Кто нас создал? Какая у нас цель? Чем все закончится? Когда и как? Почему я решил, что такие ответы можно получить благодаря каким-то там картинкам? Да потому, что это может статься не какие-то там картинки. Оснований не доверять правдивости целой плеяды художников у нас крайне мало. А раз так, то это как раз тот самый случай, когда мы всем миром должны уцепиться за этот шанс, подаренный нам нашими прапрапрапрадедами и попытаться узнать подлинную историю человечества. Важнейший аргумент безоговорочное стопроцентное доказательство наличия опережающих знаний у человека. Это признак искусственности всего мира, который нас окружает. Это признак того, что сами мы все искусственные творения, биороботы, собранные на единой платформе из различных запчастей. На самом деле, действительно не так важно, в 1700 году были построены античные сооружения или в 700. Главное противоречие здесь в другом. Наиважнейший вопрос сформулирую так. Если все объекты на земле, которые мы не можем по той или иной причине признать творением рук нашей цивилизации, построены предыдущей цивилизацией, то где следы жизнедеятельности этих гипотетических предшествующих цивилизаций? Развитая цивилизация всегда оставляет множество следов поменьше, чем аэродромы и небоскребы. Это захоронения, помойки, дороги, места добычи полезных ископаемых и строительных материалов, инструменты и оборудование, места производства восполняемых ресурсов, необходимых для жизнедеятельности огромной массы людей. Это вода, пища, одежда, обувь, в конце концов. И это как минимум. Из всего перечисленного мы с трудом наскребем несколько каменоломен, карьеров и шахт, возраст которых установить достоверно невозможно. Яркий пример гранитный карьер в Осуане, который ебиптологи назначили местом добычи строительного материала для постройки великих пирамид в Гизе, которые находятся почти за тысячу километров от карьера. А тот факт, что карьер разрабатывался уже во время строительства Осуанской ГЭС вообще не рассматривается. И даже бракованная Стелла в карьере считается приветом от древних египтян. Хотя на самом деле ее по заказу правительства СССР русские инженеры пытались вырезать с помощью секретной тогда плазменной горелки. Стеллу планировали установить на площади перед Большим театром в Москве. Но после того, как она треснула и пришла в негодность, стало ясно, что таким методом повторить то, что было сделано до нас, невозможно. А градостроительный совет Москвы тут же признал Стеллу несоответствующей единому архитектурному стилю ансамбля театральной площади. Получается, что человек появился на планете одновременно с готовыми мегалитическими сооружениями, знаниями и инструментами для дальнейшего развития технологий. Ведь как ни крутить, для того, чтобы добыть железную руду, нужны кирка и лопата. Для того, чтобы из примитивного кричного железа выковать нож, нужны молоты наковальня, которые, как известно, невозможно изготовить без других молота и наковальни. Получается замкнутый круг, сказка про белого бычка, или диспут о том, что появилось раньше, курица или яйцо. И вот этот парадокс известными методами разрешить невозможно. Чтобы найти решение, придется снова выдвигать дикую антинаучную версию. Вот она. Наш мир создавали сразу таким, каков он есть. Кто-то создал человека, но тут же понял, что в таком виде он не просуществует практически нисколько. В отличие от животных, у человека нет никаких средств выживания в этом мире. Без одежды, обуви, жилища, инструментов и оружия. Он просто голенький, тепленький комочек мясного фарша на косточках. Идеальный корм для животных. Поэтому очевидно, что поселив это нежное, неприспособленное к жизни на земле существо посреди скал, лесов и рек, создатель обязан был научить человека выживать и обеспечить его минимальным набором знаний и навыков. Кроме того, он, как любой нормальный бог, должен был обеспечить человека жильем. Даже нерадивый хозяин, прежде чем привезти во двор щенка, построит для него конуру. Покупая хомячка или белку, вы одновременно покупаете для питомцев целый пластмассовый городок и потом с умилением наблюдаете, как хомячок бегает между домиков, пьет из фонтанчика, залезает по лесенкам на разные этажи домиков. Ничего не напоминает? Разве не так ведут себя животноводы на руинах с полотен Юрия Робертовича? Понимаю, сравнение грубое, даже циничное, но это только для того, чтобы проще было понять основную идею предлагаемой версии, а версия родилась благодаря трудам художников, руинистов, в том числе. Эти картины наглядно демонстрируют вероятность того, что в чем-то я прав. Руины действительно способны говорить, нужно только научиться понимать их язык. И один из вариантов перевода я предложил. Создатель создал нас одновременно с жильем, как мы им распорядились, дело десятое. Это особенность Homo sapiens, отличающая его от других видов, крушить, ломать и убивать. Из этого следует следующий вывод. Нас создавали так же, как мы создаем породы собак. Одних для охоты, других для охраны, третьих для собачьих боев, четвертых для украшения жилища. Значит, мы только приложение, механизм охраны чего-то очень важного. Нас создали для защиты территории, на которой совсем не обязательно хранится что-то материальное. Возможно, мы охраняем нечто такое, что пощупать невозможно, но что непременно очень ценно. И очень может быть, что это и есть тот самый русский дух. Вот о чем руины нашептали. Не претендую на точность перевода, не утверждаю ничего наверняка, однако мыслям не запретишь рождаться. Их можно только изложить. А к худу или добру время покажет. Больше пока ничего говорить не буду. Надеюсь от вас услышать ваши откровения в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Моя меланхолия обязательно пройдет и тем для рассказов и диалогов еще у нас с вами предостаточно. А для того, чтобы немного исправить ситуацию с настроением, попробую подобрать анекдот по теме. Итак, отец спрашивает сына. Вовочка, а почему меня учитель химии в школу вызывает? Понятия не имею, отвечает отпрыск. Сам не понимаю, о чем вообще можно говорить на руинах. до свидания и до встречи у меня на канале.